Здравствуйте. В этом видео я покажу, как я изготовил цанговый патрон под цанги ER25 для токарного станка МН-80. Цанги ER широко распространены для закрепления деталей и инструмента. Они хороши тем, что имеют две зоны зажима, поэтому закрепление надёжное, точное. У цанг ER много длинных прорезей, поэтому цанги гибкие, упругие. Эти цанги, в отличие от стандартных, имеют диапазон закрепления целый миллиметр. Например, эта цанга Шаоблин может закреплять детали диаметром от 14 до 13 миллиметров. У цанг ER по 8 прорезей с каждой стороны. А у стандартных всего три прорези с одной стороны. Поэтому у цанг ER 16 линий контакта с обжимаемой деталью или инструментом. Зажим деталей в двух зонах вдоль оси не позволяет ей отклоняться от оси шпинделя. Зажим в одной зоне менее жёсткий. Особенностью использования этих цанг является то, что сперва цанга вставляется в гайку, а уже потом вместе с гайкой вставляется в патрон. Гайку эту я взял от патрона, вместе с которым покупал эти цанги. Но сам патрон имеет хвостовик КМ-3 и к моему станку не подходит. К сожалению, у станка МН-80 конус шпинделя метрический 1 к 20, но нестандартного размера. И приобрести патрон с таким хвостовиком невозможно. Поэтому я и сделал патрон под цанги ER для моего станка МН-80. На школьном токарном станке выточил заготовку для цангового патрона. На цанговом патроне необходимо выточить метрический конус 1 к 20, потому что такой конус в шпинделе станка МН-80. Для вытачивания конуса 1 к 20 необходимо развернуть верхние салазки с обкаткой по индикатору по внутреннему конусу шпинделя, в который будет устанавливаться этот цанговый патрон. Подробно об этом можно посмотреть на моем канале. Адрес есть в описании. Верхние салазки развернул, деталь установил. Начинаю точить конус. Конус выточил. Теперь надо вот здесь нарезать резьбу 16 на 1, чтобы шомполом притягивать этот конус в шпиндель. Под нарезание резьбы растачиваю отверстие. Отверстие под резьбу расточил. Начинаю нарезать резьбу М16 на 1. Вот эта труба шомпола вкручивается. Вот эта труба шомпола вкручивается. Теперь надо перевернуть и обработать другую сторону цангового патрона. Проверяю конус покраски. Отпечаток равномерный, конус хороший. Чтобы проточить конус у цангового патрона под эту цангу, необходимо верхние салазки развернуть. А развернуть их надо на 8 градусов, потому что здесь угол 16 градусов. За образец решил взять саму эту цангу ЕЕР-25. За образец взял шаоблиновскую цангу. Чтобы её установить, решил проточить пруток и надеть на вот эту проточенную часть цангу, чтобы было без биения. Проточу вот поверху под цангу. Верхние салазки развернул на 8 градусов. Проверяю обкаткой по цанге ЕЕР-25. Отклонения стрелки практически нет. Это хорошо. Цанговый патрон установил в шпиндель. Суппорт развернул. Теперь буду точить конус под такую цангу. Конус расточил. Проверяю по краске. Отпечаток равномерный по всей ширине цангу. Глубину расточки сделал примерно такой же, как у родного цангового патрона, но может быть чуть-чуть поменьше. На тот случай, чтобы со временем можно было ещё раз расточить этот конус под цангу. А теперь надо здесь нарезать резьбу под гайку, которая будет накручиваться. Но я решил использовать такую штатную, родную гайку от этого цангового патрона. Не буду сам делать свою. Здесь резьба 32 на 1,5. Потом ещё в этом месте сделаю проточку под выполнение лысок. Поверху проточил. Канавку для выхода резца сделал. Начинаю резать резьбу М32 на 1,5. Залень . Залаш dont у меняיות уже есть.... Залень . Залень . Всё, резьба готова. Осталось её только зачистить. А сейчас отфрезерую две лыски на цанговом патроне вот под этот ключ для удержания цангового патрона от проворота. Лыски под ключ сделал. Осталось снять заусенцы. Теперь могу пользоваться этими цангами. Максимальный закрепляемый диаметр 16 мм, а у штатного набора цанг только 10 мм. Кроме того, теперь я могу на МН-80 ставить не только деталей для обработки, но и инструмент, сверла и фрезы. Сейчас попробую фрезеровать фрезой диаметром 6 мм тело резца. Этот резец с твердосплавной пластинкой. Значит, материал или сталь 45 или 40Х с маслом. Вот такой получается паз. Гайку ослабил, но цанга осталась в закреплённом состоянии. Продолжаю откручивать гайку и она выдавливает цангу и освобождает инструмент. Для этого у гайки есть специальный выступ с эксцентриситетом, который входит в канавку цанги и вытягивает цангу. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.